Отношение, ну лично мое, как и большинство моих друзей, живущих, не важно где в Карабахе, в Ереване, в Москве, я имею в виду соотечественных армян, у них нормальное отношение к азербайджанскому народу. Потому что все прекрасно понимают, что не народ начал всю эту смуту, все эти погромы, хотя народ, конечно, частично был задействован, но простой народ, ему это не нужно, как ему не нужна война, военная истерия и так далее. Я хочу сказать, что я сам никогда в Баку не бывал, но у меня отец там вырос, у меня там жил долгое время дед, там жил и похоронен брат деда, который был одним из руководителей долгие годы Республиканского спортивного общества «Динамо», а его сын мой двоемный дядь, был долгие годы руководителем сборной Азербайджана по фехтованию на сабле и вырастил много спортсменов, включая Игару Амедову, известного ныне российского спортсмена, олимпийского чемпиона, чемпиона мира, по-моему. То есть я хочу сказать, что среди моего отца и его двоюных братьев, у деда, у его брата и у всех других наших родственников, которые, повторюсь, многие жили в Баку, в общем, было много знакомых, хороших среди азербайджанцев и вот, собственно говоря, эти связи до сих пор сохраняются между некоторыми родственниками, которые выехали Атум в свое время и их друзьями, многие из которых живут там, многие из которых переехали в Россию или даже в Америку. То есть никаких предубеждений, никаких представлений о чем-то враждебном, нет, этого нет, не может быть и не должно быть. Я думаю, что большой плюс в том, что вот в Армении и в Карабахе в том числе не ведется на государственном, на таком сознательном уровне никакой антиазербайджанской пропаганды, направленной просто на людей, на этнос, понимаете? Потому что то, что мы видим в обратном направлении, это именно такая российская, зоологическая, фашистская пропаганда, которая призвана создать образ врага в лице армян среди азербайджанского народа, доказать, что это ущербный какой-то народ, в котором заложены генетические какие-то там агрессивные, варварские, враждебные к азербайджанцам чувства, мысли и так далее. То есть это, конечно, совершенно однозначно, что с армянской стороны такого нет и слава богу, что такого нет.